Вся моя семья связана с учительством. Мама работала учителем очень долго. 49 лет она посетила в школе. Я была сестра, дядя, так что особых метаний выбора и профессии у меня не было. Я сразу решила быть учителем. Какая отрасль ушла в свою? Торпенная. Мне очень нравилась история и мне очень нравилась география. Но в тот год, когда я поступала, у нас в институте открыли именно геофак, естественно, географический факультет. И я, можно сказать, первая, кто туда поступил. География, я считаю, это универсальный предмет в каком отношении. Он включает в себя все предметы, которые есть в школьной программе. Какие-то новшества, какие-то, так скажем, приемы, что-то. Мама всегда подсказывала, ничего не хочу сказать. Тут как бы ее помощь всегда была. Пять я по ее предмету никогда не имела. И она точно знала, что если я не выучила стихотворение или я не прочитала, я должна была первой отвечать в классе. Я первая получала два. Мои дети тоже выбрали педагогическую стезю. Дочка работает здесь, в художественной школе у нас, с преподавателем. А сын в колледже мастером. Передать знания, опыт, передать ту современную информацию, которая идет. Это все-таки большая ответственность на плечах учителей. Поэтому я рада, что ты несешь это, которым неси. Школа – это тот организм, который не дает нам, наверное, какой-то статике, чтобы мы стояли на месте. Хочешь, не хочешь, будешь двигаться. Будешь двигаться за ними, учиться у них очень много. Что-то им даешь. Ну и дети дают очень-очень много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!